Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с молодым человеком встречаемся семь с половиной лет. Ну что же, это большой срок, и вы, конечно, с одной стороны, молодцы, что столько времени вместо другой страны. Нельзя не сказать о том, что в этом возрасте часто начинается кризис. Кризис любви, кризис чувств, потому что как раз таки в районе семи лет, если люди оказались не способны выработать друг к другу некоторое уважение, если люди оказались не способны друг другу выработать иные чувства, нежели чем влюбленность, нежели чем страсть. И в вашем случае, вероятно, еще и нежели чем рассмотрение партнера как супруга и родителя, то есть, ну, либо отца, либо матери, вот, то, возможно, кризис, вот, и кризис, ну вот, к сожалению, довольно таки серьезный, вот. Ну, собственно, то, что вы описываете как раз в своем сообщении, вот. Поэтому здесь мне бы хотелось у вас спросить, да, что между вами-то общего, между вами и молодым человеком, что вас объединяет и связывает, вот. То есть, ну, если убрать, например, вот, то, что вы, допустим, хотите жить меньше, да, то, что вы видите его как своего мужа и так далее. Начинались с университета, дождались его с армией, все с М2М нет, были на одном уровне, то есть, не снижались, брака нет детей тоже. Это не означает, что вы были на одном уровне, потому что вы описали, что он боялся вас потерять. Вот, кстати, мне не кажется, что в отношениях хорошо и здорово, когда кто-то кого-то боится потерять. Вот. После окончания универа я уже начала требовать каких-то действий по поводу перехода на новую ступень жизни. Ну вот, то, что вы начали требовать, говорит о том, что вы на человека перестали в этом смысле обращать внимание. То есть, вам стали важны ваши потребности и ваши видения и отношения. Но самого человека вам в данном случае лучше, ну не то, чтобы плевать, да, просто он, что называется, не на первое место, да. А вы через эти требования пытаетесь решить какую-то свою проблему, какую-то свою проблему, ну, свои потребности. То есть. Ого. Хорошо ли это? Пожалуйста, не очень. Потому что это самый легкий способ оказаться, собственно, в зависимости от человека. Вот вы пишите, решили, пока армию не пройдет, торопиться не будем. Ну, простите, кто решил. Кто такие мы? Кто мы? Вот. Мы – это кто? Да? Что есть мы? Как вы могли решить что-то связанное с армией, если это решает молодой? Человек. Здесь налицо некое такое вот размытие, размытие, на мой взгляд, личной границы между вами и молодым человеком. То есть вы как будто бы в мужчине растворяетесь, размываются личной границей. Перестается, уходит понимание того, где я, где ты, что хочу я, что хочешь ты, как это соотносится. Потому что возникает проекция, то есть перенос, когда человек на другого, прямо или косвенно, осознанно или нет, перекладывает ответственность за то, чего хочет сам. Хорошо ли это? Нет. Это диструкция, в данном случае. И вот эта диструкция, вот с этой вот диструкцией, да, вы краски, ну, сохнулись. Вот. Вот. Ну, 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 на мой взгляд. Вот. Балшин, значит, он вернулся к армии, я в надежде, что сейчас мы начнем вместе хотя бы жить. Ну, вот здесь, здесь, на мой взгляд, вот такой интересный момент, значит, прослеживается, как вот, ну, как мне это видится. Вот. Вот. Какого плана, на мой взгляд? А, чтобы вы как будто бы пытаетесь решить, значит, проблему своей, своей безопасности, что ли? Вот. А, ну, как бы, вот, предлагая. Мужчине. Да? Вместе с ним. При том, что он не особо торопится это делать. А, уверены ли вы, скажите, пожалуйста, уверены ли вы в том, что вы это, а, а, делаете, а, я имею в виду, а, хотите с ним вместе жить? А, для него. Вот. Вот. То есть, вот, вот, уверены ли вы в том, что ваши действия, они для него, а не для вас? И если эти действия для вас, например, то какую потребность здесь вы пытаетесь реализовать? Он вернулся с другим человеком. Это, наверное, нормально. После армии люди часто меняются. А на что рассчитывали вы? Устроился на другую работу более тяжелую в умственном плане. То есть, он хочет развиваться, хочет чего-то в жизни добиться. Я, соответственно, на этом фоне начала разговаривать, да и в телек доходило, что я хочу съехаться с семьей и детей. Вот видите, они здесь, не обращая внимания на то, чего хочет ваш партнер, да, продвигаете то, что хотите вы. Причем вы, ну, получается, в деструктивной форме, вот, в директивной форме. И, значит, ну, в последнем стерк это делает. То есть, у вас происходит довольно сильное эмоциональное здесь вовлечение. Ну, вот, хочу съехаться с семьей и детей. Это про безопасность. Это про то, чтобы не чувствовать себя в безопасности. Вот. И через семью и детей, да, вы надеетесь вот эту безопасность как-то обрести. Вы ее, конечно, не обретете через семью, через семью и безопасность. Но вы верите, что сможете это сделать. Почему вы обратили внимание на то, что молодой человек выбрал более тяжелую работу в умственном плане? Вы, наверное, из-за проблем с самооценкой, когда у него была легкая работа в национальном плане. Вы могли быть уверены в том, что он будет с вами. Когда это перестало происходить, он изменился и начали бояться, что человек, ну, от вас идет по сути. Вот. Потому что человек, который так, как вы, в такой форме, как вы, стремится к семье с детям, он совершенно очевидно себя несколько обесценивает. Вот. Ну, или, может быть, правильнее было бы сказать, недооценивает. Ваш мужчина как раз начинает больше думать о себе. И вас это не может не напрягать. Вот. Ну, в любом случае, так это выглядит. В итоге человек устает от отношений и хочет отдохнуть от них, заняться работой, но при этом не давал ни паузы, ни расставания. Если вы ждете от него принятия решений, то есть вы, допустим, считаете, что мужчина должен на вас жениться и стать вашим мужем. Ну, хорошо. Если вы так считаете, никаких проблем с этим нет. Вот. Но. Но. А что если? Человек не соответствует вашим представителям. Ну, вот. Машина поменялась. Машина. У него изменились, там, допустим, приоритеты. Вот. Он стал по-другому видеть себя, по-другому видеть реальность. Да? И так далее. Вот. И что происходит? Вы просто приобретете от него, чтобы он был тем, кем вы хотите его видеть. И вот, игнорируем при этом, те изменения у него, которые произошли. Вот. Понимаете? И здесь вопрос стоит так. Принимаете ли вы человека таким, как он есть? Или нет? Понимаете? Вот. Что важно. Вы пишете, значит, я взяла все в свои руки и взяла все-таки эту паузу, а может быть и расставание. Сначала я ее не принял, но потом признался, что мы не пара, но можем общаться, продолжать. Я всегда могу к нему обратиться по любому поводу. То есть вы берете все в свои руки, обратите внимание, да, что как будто для вас это, ну, неправильно, брать все в свои руки. То есть вы либо ждете от человека принятия решения, которое вам нужно, либо принимаете решение сам. Казалось бы, очень хорошо, что вы принимаете решение сами, да, но вы принимаете это решение за двоих. То есть здесь вновь идет слияние. Вот. Дальше. Если, вот несколько дней мы не общаемся, если очень кратко объяснять нашу ситуацию, я хочу больше, он не готов. Это нормально. На всех был готов, после того, как будет данная квартира, на всем не соглашался. Идут истерики, он встает от этого, не дает согласия. На разрыв я беру все в свои руки, он в итоге это все принимает. Это нормально. Можете не сказать, что с его стороны идут манипуляции, которых он сам не понимает? Нет, я не думаю. Я не думаю. Бывлярами я боялся его потерять, как-то сильно привязался, но именно от этого встал. А вследствие чего вы к нему привязались? Привязка, кстати, про потребности. Вот. В отношениях, я как понимаю, должно быть так, чтобы мужчина, наоборот, мужчина боялся потерять, а женщина нет. Это не равноправное отношение, если кто-то кого-то боится потерять. Поэтому никого бояться терять не нужно. Вот. Это деструктивные отношения, когда кто-то кого-то боится потерять. Отсюда ревность, отсюда гандрель и так далее. Тут вопрос в том, умеете ли вы здоровые отношения строить, где никто никого не боится потерять. И у всех равна ценность в отношениях и свобода. Вот. Ну и проблема, что вы позиционируете себя как женщина и мужчина. В первую очередь люди, личности, у которых есть свой путь, свое развитие. Вот. Свой внутренний мир, свое влечение, которыми этим людям нужно взаимодействовать, чтобы выстраивать здоровые отношения. А если вы позиционируете себя только как женщина, например, которая боится мужчину потерять. Или вы видите мужчину, который боится женщину потерять. То все, что я перечислил, отходит на задний план. В данном случае, кто жертвует, непонятно. Жертвы вы, потому что вы чего-то ждете от человека. Вы требуете. И жертвы всегда требуют. Вот. Позвольте мне говорить о том, что мне не нужно. Нужно не бояться его потерять, а он сам будет бегать. Нет. Это манипуляция уже с вашей стороны. Бояться, правда, не нужно. Но и бегать за вами не обязан. А вот, если вы поработаете с тем, о чем я сказал, то сможете выстроить здоровые отношения, где никто никого ни к чему пронуждать не будет. Может быть, вы выберете для себя путь, где этот мужчина не ваш, и выберете, наконец, того, кто соответствует вашим представлениям об отношениях. А может быть, что-то, что-то, что-то еще. Какой тут исход? Без понятия. Психологи не предсказывают. Кто жертв? Как я и сказал, вы. Какую сейчас позицию занять? Позицию какую занять, не знаю. А вот на психотерапию пойти вполне было бы вам очень даже полезно. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи. Всего самого доброго.